Мы продолжаем цикл наших лекций, будет еще не одна лекция, и сегодня мы продолжим разговор относительно и пятого управления КГБ, и деятельности КГБ на рубеже 70-х, 80-х годов. Но с такой, я бы сказал, своеобразной точки зрения, идеологической, а именно, в чем, собственно говоря, состоял пафос брежневской эпохи и деятельности КГБ в эту эпоху. Ну, вы знаете, эпоха называется застоем, накапливались проблемы в экономике, накапливались проблемы в повседневной жизни. Да, все очевиднее становился разрыв между официальными политическими декларациями и той реальностью, которую люди видели. Естественно, люди не были довольны, потому что в советской эпохе всегда сопутствовал, особенно в ее, я бы сказал, последние годы, дефицит товаров, который никак не укладывался в официально говоримые доктрины о том, что забота партии о благосостоянии народа, все лучше и лучше живем. Материальное обеспечение граждан действительно возрастало, но это материальное обеспечение опережало насыщение рынка товарами. И вот эта проблема с дефицитом рождала не только массу всевозможных слухов, сплетен и, в конце концов, имевших, я бы даже сказал, вполне конкретный антисоветский подтекст, потому что людям это было непонятно. Если мы возьмем середину 70-х годов, то даже на театральной сцене, в вполне благополучных постановках звучали какие-то определенные критические высказывания, как, скажем, в Москве при постановке спектакля «Принцесса Турандот», при появлении героя он назывался «А это наш министр сельского хозяйства». И один из актеров подавал реплику. «А, это тот дурак, из-за которого у нас лука нет». Дефицит лука действительно наблюдался в СССР в 1776 году. И по этому поводу даже была такая, я бы сказал, злая шутка о том, что сейчас самый лучший подарок – это лук, завернутый в туалетную бумагу. Репризы и выступления артистов разговорного жанра – все это рождало своеобразную, я бы сказал, такую нигилистическую атмосферу, когда никто уже не верил в те идеалы, которые партия проповедовала. Но, с другой стороны, не умирал тезис сталинского времени о том, что мы находимся во враждебном окружении. Да, несмотря на то, что в послевоенное время СССР все-таки был во главе некого сообщества стран, которые назывались социалистическим лагерем, хотя и среди этих стран были свои противоречия, но, тем не менее, был главный враг, был главный противник, как он обозначался в документах КГБ, это Соединенные Штаты Америки, и разведслужбы главного противника, и прочие государства, и члены Североатлантического альянса. Одним словом, это была та сила, которая противостояла Советскому Союзу, и которая Советским Союзом не только демонизировалась, но и, безусловно, этой силе приписывались все козни, которые происходили в отношении Советского Союза. Вы помните прекрасно, мы разбирали фильмы «Рожденная эпоха» и Андропова, фильмы по пропаганде КГБ, методов КГБ по борьбе с западными разведками. Это и судьба резидента, возвращение резидента, время от времени их показывают по телевизору, тыкая кнопки, иногда натыкаюсь на них, кусочек смотрю, лишний раз поражаюсь. Ну, с одной стороны, наивность, а с другой стороны, и, я бы сказал, такой изощренной конспирологии, которая в этих фильмах присутствует. Но ведь были ли же действительно люди, которые становились на путь сотрудничества с западными разведками? Это ведь правда. Вот один из таких примеров мы сегодня тоже разберем, как некий элемент, с одной стороны, реализованной контрразведывательной операцией КГБ, а с другой стороны, это и был своего рода хрестоматийный пример, который лег в основу фильма «Тасу полномочен заявить». Но давайте вспомним, с чего все начиналось. Вот сейчас перед вами документ, письмо Андропова в ЦК КПСС, о том, что своему надежному человеку КГБ поручает, здесь, конечно, не говорится о том, что он надежный человек, но мы это понимаем, что под материалом госбезопасности журналист Юлиан Семенов напишет статью в газету «Известия», которая будет называться «Кому на пользу?» И статья эта разоблачает, что именно тут сказано, лицемерие антисоветской кампании шпиономании, ведущейся в настоящее время в США. Публикация из статьи, намеченная на 13 и 14 июля, согласована с Замятиным и Корниенко. Замятин в данном случае от ЦК КПСС, Корниенко от МИДа. Ну, чтобы все в ней было правильно, и статья расставила акценты где надо и не вызывала осложнений в международном плане. О чем эта статья, мы сейчас поговорим. А сначала поговорим о том, а что такая кампания шпиономании вдруг возникла в США в 1878 году. В Советском Союзе судят диссидентов в 1878 году, в частности, Щеранского, которого обвиняют как раз в шпионаже в пользу Америки. Но это была такая обвинительная линия, притянутая за уши, потому что Щеранский занимался в основном отказниками. Его, безусловно, советская печать разоблачала, как не просто активиста, движение евреев за выезд из СССР и человека, который защищает права тех, кого не выпускают, хотя, естественно, Советский Союз обязан был выпустить любого желающего из своей страны. Мы же знаем, Советский Союз — это секта. Из нее нельзя выехать просто так. И были те препятствия, о которых мы уже говорили на предыдущих лекциях, по отношению к евреям. Мы изобретались даже какие-то меры по взиманию денег за полученное образование. Одним словом, Советский Союз сопротивлялся быть открытым, что называется, не в переносном, а в прямом смысле, быть открытой страной. Так вот, Щеранскому приписали обвинение в шпионаже только потому, что он составлял списки тех, кому отказали в выезде, с указанием места их работы, и рода деятельности, и причина отказа. Причины отказа часто были формальными и основывались на том, что данный человек имел допуск к государственным секретам или работал в закрытых учреждениях, в каких-то почтовых ящиках. Хотя, понятное дело, что, в общем, народ наш в то время тоже шутил, что мы скрываем ведь не то, что мы на самом деле делаем, а мы скрываем пещерный и низкий уровень нашего производства, в том числе и военного производства. Это была тоже шутка населения, которая была реакцией на вот это вот советское щеконадувательство. Но история 1978 года, она немножко глубже по той простой причине, что именно тогда в США были арестованы два сотрудника советской внешнеполитической разведки Черняев и Энгер, и попались они как раз на тайниковой операции, были схвачены сотрудниками ФБР, их судили и дали каждому по 50 лет. Оба они, на их несчастье, не были прикрыты дипломатическими должностями, которые подразумевали их неприкосновенность. По-моему, один числился в торпедстве, другой еще где-то, но, одним словом, всех прикрыть паспортами довольно сложно, и именно дипломатическими неприкосновенностями. Конечно же, советская внешняя разведка довольно активно действовала во всех странах и главного противника, и вообще всех вероятных противников. И в США подняли, конечно, большой шум по поводу того, как нагло, бесцеремонно действуют советские разведчики. Надо было чем-то отвечать. И вот Семенов такую статью подготовил, ему дали материалы. И статья эта касалась как раз истории, которая произошла годом раньше. Это вот та самая статья, которую Семенов подготовил в «Известиях». Она посвящалась истории как раз такой тайниковой операции, когда сотрудница американского посольства попалась на тайниковой операции, на мосту пыталась заложить контейнер или изъять тот, который там был. Я уже сейчас точно не помню, можете почитать в соответствующей литературе. Разумеется, она была с дипломатическим статусом, и ее просто-напросто выслали из Советского Союза. Все это было еще аж в июне 1977 года. История была связана с тем, что тайниковая операция осуществлялась для того, чтобы взаимодействовать с агентом, а этим агентом был сотрудник советских внешнеполитических органов Александр Дмитриевич Огородник, родившийся в 1939 году, и покончивший жизнь самоубийством при аресте 22 июня 1977 года. Подробности вы можете посмотреть в довольно, я бы сказал, складно сделанной картине ТАССу полномочен заявить, но она как раз представляет для нас интерес с точки зрения типологии. Как это все преподносилось? Преподносилось это следующим образом. Вот это вот продолжение статьи здесь, в приемной КГБ, как раз сотрудница американского посольства, которая проявила недюжинную хватку, сопротивлялась работникам КГБ, но, тем не менее, схватили, доставили, пакеты вытащили. Вот здесь, собственно, шпионская амуниция, от ампулы с ядом до пакетов с молоком, как здесь пишут, кому принадлежала ампула с ядом. И вся эта история стала для Семенова своего рода золотым дном. Он стал ее развивать до уровня романа сначала. Поначалу роман, который был опубликован в роман-газете, вот здесь вы видите как раз 80-й год, 20-й номер, Семенов ТАСС уполномочен заявить. И такой себе блокбастер был сделан на основе этого материала и появился фильм на экранах советского телевидения уже в августе 1984 года. Уже и Брежнева не было, но, тем не менее, это одно из таких, я бы сказал, ярких воплощений и образов чекистов на экране телевизора, и, разумеется, врага. Враг, который и умен, и коварен, и в фильме он носит кличку Трианон. Я, правда, не помню, как он действительно назывался в документах ЦРУ, но, тем не менее, режиссер Владимир Фокин взял лучших артистов на роль. Это и Вячеслав Тихонов, который играет генерала КГБ Константинова, это и Юрий Соломин, который играет полковника КГБ из второго главного управления, он начальник отдела, а Вячеслав Тихонов, генерал Константинов, по фильму заместитель начальника второго главного управления, то есть контрразведки, 10 серий в фильме. И Вахтан Кикабидзе, который изображает Джона Глэба, заместителя резидента ЦРУ, в придуманной в Семеновом стороне Тразиленде. И где-то в другой стороне они еще готовят переворот. Куравлев, советский представитель внешнеторговых организаций, в фильме «Зотов», и его жена Ольга Винтер, который уходит как раз к американскому агенту Дубову. Реальная фамилия Огородник в фильме, естественно, тоже перешла в некоторую, я бы сказал, свою иную реинкарнацию Дубов. Все-таки что-то связанное с растительностью. И артист Борис Клюев, тоже мне, почему, довольно известный артист, который, собственно, и играл самого Сергея Дубова. То есть фильм был построен на все-таки каком-то соответствии той истории, которая реально произошла. Единственное, чего в фильме не рассказывали, что у Огородника Александра Дмитриевича вообще-то в действительности была невеста. И невеста эта являлась дочерью секретаря ЦК КПСС Русакова, который отвечал за контакты с коммунистическими рабочими партиями социалистических стран. То есть, в принципе, если бы он на ней женился, он занял бы в советской иерархии довольно высокое положение, потому что протежирование на таком уровне делало бы ему карьеру автоматически. Но все сорвалось, вот видите, самым таким, я бы сказал, нелепым образом. Он погиб при аресте. Хотя до этого, и по фильму это тоже так, он отравил свою невесту, то есть Ольгу Винер, которая, как вы понимаете, в данном случае дочерью секретаря Русакова, секретаря ЦК КПСС не являлась. Здесь кадры из фильма, где, собственно, характеры, здесь слева как раз вот наш герой, шпион, агент американской разведки Дубов, и иные персонажи, вот здесь в соответствии реальности и действительности. Слева артист, справа реальная фотография Александра Огородника. Литература на основу настолько понравилась сотрудникам КГБ, пресс-службе, контрразведке, что они решили, что тему надо развивать. А как еще воспитывать бдительность у советских людей? Во-первых, показать, что контакты с иностранцами опасны. Во-вторых, пребывание за границей далеко не мёд и ни сахар, не сильно надо туда стремиться, а иначе кончится плохо. Ну и вообще наша служба опасна и трудна, вы же понимаете. 70-е годы вообще характерны появлением ряда фильмов, которые поэтизировали и дипломатическую, и любую иную загранслужбу. Если мы вспомним всевозможные фильмы про наших гонщиков, которые где-то выступают на международных ралли, а им вставляют палки в колеса, кстати говоря, они не только в переносном, но и в прямом смысле бьют стекла, то там рефреном звучит всегда песня. Мы трудную службу сегодня нанесем вдали от России. Где-то вот в этих фильмах вся поэтика заключается в том, что мы хоть и вдали от России, но тоже трудную службу несем, но и во имя России. Здесь вы видите как раз генерала Константина Лоджи Тихонов, Ольгу Винер, которую играет Алферова, да. Нет, в жизни он отравил все-таки не дочь Русакова, а отравил, по-моему, я уже не помню, кого. Это, кстати говоря, одна из спекуляций некоторых адептов КГБ, которые говорят, вот видите, американская агентура применяла яда, значит, американская разведка, она несет ответственность за вот такое вот, я бы сказал, злодейское убийство. На самом деле он делал это сам, по своему разумению, и использовал на это дело тот яд, который предназначался ему самому на случай ареста. Американская разведка не снабжала его ядом для того, чтобы он отравил честных советских граждан. Это абсолютно не предусматривалось. И когда он запросил вторую ампулу, они очень удивились, и сказали, куда первое это дело, но в конце концов, они же не могут контролировать его до такой степени. И, по крайней мере, можно говорить о моральной ответственности, стоит ли вообще агентуру снабжать ядом. Семенов не был ни кадровым сотрудником, ни, насколько мне известно, агентом. Он был человеком, который хорошо, собственно говоря, получал материал из этой организации для того, чтобы писать свои очерки, рассказы. И в таких случаях говорят просто ассоциированный с пресс-службой КГБ человек. Все, чтобы он не написал, естественно, проходило апробирование в самой системе КГБ. Они это читали и говорили, вот эти места нужно сделать так или и так. Если мы вспомним фильм, я не помню, по-моему, «Противостояние», где там играет роль чекиста Басилашвили. И он говорит относительно того, как они завели дело, он говорит, будем его работать. То есть его человека, он слово «разрабатывать» не может сказать, потому что это слово запрещено к общему употреблению. Это значит показать, собственно, как работает КГБ, что он занимается, КГБ занимается разработкой граждан. Поэтому он сказал в фильме «Будем его работать», и это выглядело по-русски совершенно чудовищно и коряво. Кто знал это, он догадался, о чем идет речь. Кто не знал, подумал, что в общем артисты и сценаристы забыли русский язык. И прошло лишь несколько лет, прежде чем мы вышли на Огородника, стали за ним следить, установили пункт наблюдения в доме напротив, и, скажем так, незакрывание штор нам ничего не объясняет по той простой причине, что, можете не сомневаться, техника подсматривания и прослушивания была установлена у него на квартире. Так что все эти внешние попытки посмотреть, что он делает, они как раз могли быть неэффективны. Но они все равно осуществлялись. Тогда, когда он не прятался или не делал что-то, какие-то манипуляции с камерой. Если мы будем говорить об этой эпохе, а вкратце я об этом скажу, то она была вообще драматичной с точки зрения раскрытия американской агентуры в Советском Союзе. Вообще, если говорить о том, сколько человек каждый год арестовывалось за шпионаж в пользу Америки или других западных стран, вот представьте себе, сколько каждый год в Советском Союзе арестовывалось людей в 77-м, 78-м, 79-м именно за шпионаж. Как вы думаете, сколько? Два-три. Десятка. Нет, меньше десятка. На самом деле, меньше десятка. Если мы посмотрим по отчетам КГБ, в какие-то годы, может быть, чуть больше, но вообще, в основном, меньше десятка. Но именно с 85-го года действительно посыпались десятками. Почему? Потому что Олдрич Эймс, который работал в русском отделе ЦРУ, стал советским агентом. Все. Он выдал всех, о ком знал. И раньше кто работал, и при нем кто работает. И здесь Советское КГБ поступило очень, я бы сказал, неразумно. Об этом даже последний начальник первого главного управления, то есть разведки Шибаршин, пишет, что не надо было всех сразу арестовывать и тем более расстреливать. Это какая-то нелепость. Ну, нелепость арестовывать, потому что это действительно подвергает опасности того агента, который работает на Советский Союз, ЦРУ. Ну, и расстрелы, с его точки зрения, тоже были достаточно неправильные вещи, потому что, ну, в конце концов, я сам несколько раз спорил с бывшими сотрудниками советской разведки, например, с Кабаладзе. И когда он говорил, нет, а вот этих мы считаем изменниками, я ему говорил, ну, Юрий, послушайте, но ведь это же процесс. Вы занимаетесь шпионажем против США. США занимается, естественно, шпионажем против Советского Союза. У вас бывает так, что ваши сотрудники бегут, становятся перебежчиками, завербовываются и работают на различные американские разведслужбы, включая ЦРУ. Но это же несчастный случай на производстве. Значит, вы не досмотрели, значит, с этим работником было что-то не так. Почему, собственно говоря, вы из этого делаете какую-то глобальную идеологию и кричите изменник, гадин? Нет таких стенаний в США по поводу Эймса. Да, он нарушил долг, присягу, он сидит свои 30 лет в тюрьме. Никто не требует его крови, чтобы его непременно посадили на электрический стул. В Великобритании то же самое. Приговоры своим гражданам, которые сотрудничали с советской разведкой, они вполне, я бы сказал, умеренные. Вот этой вот ажиотации и вот этих криков относительно того, что все, которые на них работают, это шпионы, а кто на нас работают, это разведчики, там вот этой степени идеологизации и политизации нет. Я говорю, почему вы? Я говорю, вы сами виноваты. Ваши сотрудники пошли работать на заокеанского хозяина. Ну, в конце концов, значит, вы их плохо воспитывали. Значит, у них мотивация какая-то была не та. Ведь многие работали, кстати, на идейной основе. Достаточно вспомнить и генерала группы Лякова, и, по-моему, Толкачев тоже работал. Я сейчас не касаюсь всех историй, связанных с первым толчком, с первой мотивацией, почему пошел и завербовался. В конце концов, бывали слабости, когда на компрометирующих материалах вербовали, их разведка использует такие методы. Но точно так же, как и советская разведка использует все возможные средства для того, чтобы заполучить человека. Тем более, интересно, что мы прекрасно понимаем, что все эти агенты американской разведки работали, как мы уже когда-то говорили, не в московском тресте ресторана и столовых. Они там не были нужны американской разведке, а работали они, хотя могли бы рассказать много интересного о системе снабжения продуктами советского населения. Но это можно было узнать и в застольном пьяном разговоре. А они работали в основном как раз либо в системе ГРУ, либо в системе КГБ. даже не на каких-то сложных оборонных предприятиях, куда довольно сложно подобраться и откуда граждане в заграничной командировке, как правило, не выезжают. Здесь вполне четкий ареал обитания американских шпионов, как вы понимаете. Он был ограничен нашими разведслужбами. Вот здесь как раз эти американские шпионы и показаны. Вот, значит, здесь вы видите соломин, который, он хороший. Это, значит, советский полковник. А слева Джон Глэб, ЦРУ. И, естественно, шпионка, которая пытается нашего соломина сбить с понталыку. И вот эти вот, как пел о них высоцкий шпионки с крепким телом, это, конечно, тоже отдельные песни, потому что вот вам, пожалуйста, это, значит, шпионские штучки, когда пытаются подсунуть нашему высокоморальному загранработнику, как вы понимаете, такие скушающие. С холодной головой. Да, вот. Но попытка обольщения, попытка обольщения, по-моему, соломина провалилась, потому что руссотуристов, как известно, облика морали. Но, тем не менее, фильм чем интересен? Он полон этих штампов. И, как у Высоцкого, шпионки с крепким телом, ты их дверь, а не в окно. И противостояние, и какие-то заговоры, которые плетет ЦРУ на африканском континенте. Но, заканчивая разговор о советской идеологии, мы переходим к более веселым и развлекательным вещам, о которых я сегодня хотел сказать. Вот на фоне всего этого, раздуваемого как раз у нас, я бы сказал, шпиономанского такого общественно-политического пространства, население, тем не менее, жило своими представлениями и интересами. И то, что случилось как раз на рубеже 70-80-х, это качественно иной уровень развития, я бы сказал, советской ментальности и советской духовности. Советский человек стал меньше бояться. Видимо, уходил тот страх, который присутствовал еще в сталинско-хрущевские времена, когда при Хрущеве разрешили высказываться. Люди все-таки еще продолжали бояться, потому что многие помнили, что было при Сталине. А к концу 70-х, начало 80-х выросло, в общем, непуганное поколение. И главное, с чем столкнулся, например, я тогда и был очень удивлен, это появление так называемого русистского движения, то есть групп людей, которые открыто говорили о том, что революция 1917 года – это типичный жидомасонский заговор, а не какая такая революция, которую подготовили большевики или подготовили исторические условия и соответствие всевозможных базисных вещей, которые в обществе происходили. А с другой стороны, этот заговор продолжается и идет спаивание русского народа. Одна из самых популярных тем начала 80-х – это так называемое появление еще задолго до Горбачевского указа об ограничении потребления и производства и продажи алкоголя. Это так называемый разговор о клубах трезвости. И на всю эту, я бы сказал, такую конспирологическую конструкцию о спаивании русского народа всевозможными народцами легко догадаетесь, в какую мишень метило общественное сознание. Вы видите, что здесь Василий Ложкин, художник, живенько откликнулся карикатурой. Она была нарисована, я думаю, позже, скорее уже как отражение тех событий, как масоны нашептывают Менделееву рецепт водки, чтобы погубить русский народ. Как бы ни было это смешно, но это движение всерьез обеспокоило Комитет государственной безопасности, потому что они чувствовали, что здесь какая-то выходящая за рамки общественная инициатива, которая никак не опробирована и никак не одобрена сверху. Что это такое? Самодеятельное объединение, что это за клубы трезвости? В конце концов, КГБ тоже не был сторонником того, чтобы спаивать население, но водка это была вынужденная мера поправки, во-первых, бюджета, во-вторых, другого выхода у населения, как-то увеселяться. Вообще-то не существовало, и мы сейчас об этом будем подробно говорить. И вообще говоря, ситуация в начале 80-х, она, конечно же, характеризовалась тем, что молодежь выходила из-под контроля комсомола. Конечно, ЦК КПСС не дремал. Мы можем вспомнить, по крайней мере, важнейшие вехи постановления, совещания, которые именно были посвящены идеологической работе. Ну, например, постановление ЦК КПСС от июля 81-го года а не было в уличном положении в дискотеках. Я, конечно, всегда был заинтригован этим названием. К сожалению, прямо скажу, еще до сих пор текста не читал, потому как в газетах не публиковался. Но, тем не менее, мне всегда интересно было, вот как эти старые мастодонты из политбюро, да они будем использовать бранных слов, вообще что-то понимали в том, что хочет молодежь и какую музыку молодежь требует. Ведь советская официальная эстрада и то, что звучало по радио, это была абсолютно рафинированная вещь. Ничего всерьез западного. Там могли появляться какие-то невинные мотивчики. Не только Битлз, кстати говоря. Даже на пластинках в начале 70-х выпускали и отдельные песни группы и Криденс Клейвота Рывайвл, и, по-моему, даже Болина-Болина истерекс. Но это все было, так сказать, очень мелкотравчато. Кроме Мирея Матье и заполонившей все советское пространство итальянской эстрады, которая в 82-83 году широко шагала по, собственно говоря, всем нашим концертным площадкам. Ну и один раз там разрешили приехать Бунием. Но это вовсе не значит, что по телевизору звучало Бунием. Концерт Бунием могли показать один раз, и то в пасхальную ночь, чтобы отвлечь людей от крестного хода. Понимаете? В общем, одним словом, это все были такие, я бы сказал, спорадические попытки каким-то образом ограничить, я бы сказал, музыкальный досуг советской молодежи. А советская молодежь уже жила в условиях доступности и средств перезаписи записи. Появились первые видеомагнитофоны. Причем видеомагнитофон хороший, заграничный, стоил, чтобы вы знали, 5000 рублей. А это была, между прочим, огромная сумма. Она равнялась, собственно, официальной цене автомобиля. И заработать такую сумму могли только те, кто получал этот магнитофон, расплачивался с долгами. А каким образом? Записывая, перезаписывая и распространяя кассеты. И вот это уже становилось действительно серьезной проблемой. Мы на следующем занятии будем говорить о таком явлении, как сам издат. Но в данном случае я предвосхищаю события, говоря о том, что гораздо опаснее для советской власти, чем любые антисоветские анонимные проявления, распространение листовок. И мы можем это видеть вот в инструкциях, которые тогда были подготовлены. Я сейчас просто показываю документ, который также был изготовлен в то время, и который боролся со всеми, я бы сказал, антисоветскими анонимными проявлениями, но не только. В этом документе было сказано о том, что нужно пресекать распространение и любых документов, которые рождаются от имени групп, движений, партий, и создают впечатление наличия в СССР какой-либо несанкционированной государством общественно-политической активности. Этот документ из архивов КГБ Латвии датируется, как вы понимаете, к приказу председателя КГБ 10 июня 83-го года, уже чем-либо председатель. И здесь очень четко сказано, вот смотрите, что не должно быть в этих документах и что, собственно, КГБ должно искать. Угроза физической расправы, провокационный призыв к борьбе с КПСС, признаки организованной враждебной деятельности от имени существующих якобы групп, союзов и так далее, программы оппозиционной деятельности, взгляды, сведения об осведомленности в секретах, измененческие настроения, провокационные домыслы с позиции национализма, клевету, порочащую советский государственный общественный строй, иные измышления, направленные на дезорганизацию, и так далее, и так далее. Но при этом существовало то, что совершенно не укладывалось в рамки этих инструкций. Это то молодежное творчество, те молодежные высказывания музыкальные, которые распространялись уже гораздо быстрее, чем, как вы понимаете, любой отпечатанный на машинке и разбросанный в ограниченном числе экземпляров документ. Доступа к типографиям и к множественной технике не было, и мы об этом на следующем занятии поговорим. Поэтому гораздо важнее было то, что сама молодежь жила так, как ей уже подсказывали ее собственные взгляды и желания, и это никак не укладывалось на ту схему, которую предусмотрели для идеологической работы среди молодежи работники ЦК КПСС. Так вот, возвращаясь к постановлениям, в дискотеке, это понятно. В 83-м году, а, еще раньше, в апреле 79-го года, было большое идеологическое совещание в ЦК КПСС, совещание, посвященное вопросам идеологической работы. С докладом выступал Суслов. Естественно, был потом издан большой толстый том, где были сообщения работников и ЦК, и обкомов, и ЦК КПСС, публик, которые выступали, и секретарей всех этих обкомов и ЦК, которые отвечали за идеологическую работу. Но постановление 79-го года имело некий отложенный смысл, потому что его сразу не реализовали. Хотя оно было довольно-таки зубодробительным, в смысле наведения порядка в идеологической сфере. Но оно как бы упускало из внимания музыкальную сферу, о которой мы сегодня будем подробнее говорить. И творчество таких групп, как «Машина времени», например, или даже группа «Воскресенье», вдруг стало появляться на волнах Moscow World Service. Радио, которое вело свои передачи на английском языке, рассчитано в основном было, конечно, на страны третьего мира. Я помню, что среди слушателей чаще всего отклики шли из Индии, которые просили завести им ту или иную песню снова. Но, тем не менее, это все звучало, и это можно было слушать. И это все было связано с тем, что предстояла Олимпиада. Но, как вы знаете, Олимпиада прошла в общем не так, как замысленно была советской властью. Она была бойкотирована в силу вторжения советского в Афганистан, нарастание репрессивных компаний. В январе 1980 года Сахаров был выслован в Горький, что родило, естественно, ответную компанию за рубежом о том, что в СССР все-таки теперь очевидно. Не просто права человека нарушаются, но и собственная конституция. Потому что невозможно же человека без решения какого-либо суда просто лишить свободы и выслать в другой город. И вот я бы сказал так. Именно с января 1980 года гайки начинает закручивать. Перестает крутить советскую андеграундную эстраду станции Moscow World Service. А принимается вот то постановление о неблагополучных положениях в дискотеках, где, конечно же, можно предположить, речь была о том, что очень много заграничной музыки там звучит, а должна быть музыка советская. Ну и, конечно же, в июне 1983 года пленум ЦК КПСС, который полностью посвятил свою работу идеологическим вопросам. Я советую всем, кто имеет на ту возможность посмотреть материалы этого пленума, кое-как можно найти в библиотеке или в интернете. Там четко говорится о том, что вот музыка действительно является некой проблемой. Об этом говорит, например, первый старец КП «Партии Эстонии» Карл Вайна, и исключительно прохаживается по рок-н-роллу. Ну, это, наверное, все его познания были в современной музыке. Он немножко поотстал, к тому времени было уже диско, и уже появились другие музыкальные направления, панк-рок. Но о панках зато узнало прекрасно КГБ, и сейчас мы об этом поговорим. А сейчас, собственно говоря, вы видите человека, о котором мы уже говорили на наших лекциях. Помните, когда я вам рассказывал о хиппи и о отчетах КГБ Пятого управления? Вот в апреле 80-го года, как раз в отчете третьего отдела, который занимался молодежными программами, проблемами было записано следующее. «Приняты меры принудительной госпитализации наиболее активных лиц из числа хиппи Славоросова и Галишевского, которые, по имеющейся данным, состоят на учете по поводу психиатрических заболеваний». Вот как раз перед вами Аркадий Славоросов, довольно известный человек в тусовке хиппи. Хотя он, конечно, не был безработным, он учился, он талантливый писатель, он талантливый поэт. Это показало время. К сожалению, он довольно рано умер. Но это то, что вы видите, это образы эпохи. Этих людей советская власть изолировала время от времени, от общества, будем так говорить в кавычках, без всяких на то судебных и иных решений. Просто потому, что считало эти проявления вредными. Кстати, почему я говорю о том, что Славоросов талантлив? Он написал, и есть уже литературное наследие, изданные его книги, но он писал и стихи. Причем стихи, я не могу сказать, не талантливые, действительно интересные, потому что он писал хиты. Если мы вспомним те хиты, которые он написал в 90-е годы и в конце 80-х, это и исполняемый Апиной песня «Электричка», если вы помните такую, это и песня Тани Булановой «Милый мой свет». Это, я бы сказал, очень непритязательные шлягеры. Но все-таки, чтобы написать текст для шлягера, нужно быть талантливым человеком. Даже если вы пишете что-то такое на угоду, в угоду толпе, или такое, я бы сказал, псевдопримитивное. Но это было потом. А в то время, остановлюсь еще на одном примере, Пятое управление, безусловно, пало жертвой своих же собственных представлений о том, как надо рассказывать даже на внутренних кустовых совещаниях по идеологической работе и по работе чекистов, о том, какие перед Пятым управлением стоят проблемы, и как эти проблемы нужно решать, и как подавать результаты работы. Вот в августе 83-го года были затеяны ряд кустовых совещаний работников Пятой линии из разных регионов страны. И здесь я вам буду зачитывать формулировки поправок к такому, я бы сказал, усредненному докладу, который должен был делаться на каждом из этих кустовых совещаний. То есть на кустовое совещание приходит человек из Пятого управления, как главной курирующей сферы данной работы и данной линии по всему Советскому Союзу, и должен говорить какие-то фразы о том, что сделано, что представляет опасность, как будем дальше действовать. И, пожалуйста, оцените примеры этого замечательного канцеллилита. Противник усилил поиск и сплочение сил, способных подорвать наш строй изнутри. В последнее время противник стремится перенести центр идеологической работы в область социально-экономических отношений. С моей точки зрения, это некоторая ошибка, потому что социально-экономические отношения признавались КГБ как проблема, но они в данном случае не видели большей опасности, связанной как раз с выходом молодежи из-под контроля и невозможностью контролировать молодежную субкультуру. Дальше противник старается оказать негативное влияние, прежде всего, на рабочий класс и молодежь. Но здесь точно, здесь, по крайней мере, можно говорить о том, что тенденции улавливались. И дальше к вопросам доклада. Учесть, что антисоветских формирований у нас в стране не было, были группы, это не одно и то же. То есть, когда писали в докладе сначала формирование, кто-то из работников КГБ, это замечание на текст доклада. Кто-то из работников КГБ сказал, что значит формирование. Формирование-то звучит как-то уже как некое состоявшееся и существующее сообщество или ряд сообществ. Поэтому группы. А группы — это не формирование. Это как бы поменьше. Указание на ограничение деятельности антиобщественных элементов лучше заменить выражением, указывающим на пресечение и локализацию деятельности. Разницу чувствуете? В чем, собственно говоря, разница? Ограничение деятельности антиобщественных элементов и пресечение и локализацию. Это настоящий канцерилин. Ограничение — это значит, мы их чуть-чуть ограничили, но они продолжают действовать. А пресечение — это значит, пресекли. Локализация — это значит, у них не такая большая сфера влияния дальше уже появляется. Утверждение о снижении активности националистических элементов представляется ошибочным. Такого снижения тенденции к этому нет. Напротив, отмечается активность националистических элементов как в проявлениях, так и в поиске новых форм, методов и тактики проведения враждебной деятельности. Но здесь довольно точно улавливается та главная опасность, которая, собственно, всегда в СССР существовала. Это проблема, связанная с нерешенностью межнациональных отношений. На бумаге и в теории все было замечательно. Всем долдонили о том, что у нас в СССР национальный вопрос решен. На самом деле это было не так. Дальше. Процессы, способные порождать негативные явления, активно профилактировались и ранее, но не только сейчас. В настоящее время они профилактируются более глубоко и оперативнее, что и следует указать. Но это типичная, я бы сказал, шапка закидательства и щеконодывательства. Потому что, если бы они писали просто, оперативнее и глубже. И формулировки требований к агентуре. Местные подразделения должны иметь агентов в руководящих звеньях антисоветских организаций, в том числе зарубежных и групп. И здесь, конечно, есть некоторые противоречия с прежней формулировкой. Если нет формирований, то откуда у нас руководящие звенья антисоветских организаций в стране? То есть здесь, вы понимаете, вся эта болтология, она, конечно же, висела в воздухе. Подчеркнуть особую роль агентуры в деле выполнения стоящих перед пятыми подразделениями задач активного участия в осуществлении воспитательной функции государства. То есть воспитание не только через официальные государственные органы и общественные организации, типа комсомола и так далее, хотя это, конечно, общественная организация с натяжкой, гособщественной организацией, но и воздействие с помощью агентуры на, так сказать, подучетную среду. Желательно выделить в докладе вопрос о специализации агентуры, весьма актуальной для пятой линии работы. Это тоже интересная мысль, чем принципиально агентура, работающая по пятой линии, отличалась от агентуры в контрразведывательных подразделениях. В принципе, эти отличия, безусловно, есть, и они как раз связаны, скорее, вот с той самой воспитательной ролью, которая придавалась пятому управлению КГБ своей агентуре. Может быть, следует снизить мажорность тонов подачи результатов работы и дать их больше в форме постановки задач. Но это уже новые антроповские веяния, потому что 83-й год, и вы понимаете, что здесь антроповские установки о том, что мы не знаем страны, в которой живем, и прочие установки, они, конечно же, были своего рода определенным элементом критики. Появилась ведь критика Брежневского безвремени в 83-м году, хотя очень осторожная, и, я бы сказал, очень идущая издалека. Оценки политической и оперативной установки дать не от докладчика, как это излагается в проекте доклада, а со ссылками на партийные документы и на выступления генерального стария ЦК КПСС товарища Андропова. При этом четко выверить подачу всех вопросов. Может быть, следует цитировать товарища Андропова лишь по политическим вопросам, а остальные его указания по специфическим чекистским вопросам подавать от имени руководства КГБ СССР и всесоюзных совещаний. Ну и дальше уже мелкие замечания по редакции, о том, что нужно ли употреблять слово ощутимо, когда речь идет о результатах, которых ждут от органов в год безопасности. Общественности должны быть, понятно, не мероприятия, а меры, действия, деятельность чекистских органов. То есть от слова мероприятия тоже хотели уйти и сказать, что это меры. Потому что мероприятие звучит слишком казенно. Чекистские органы распорогают мобильным агентурным аппаратом на основных участках работы. Может быть, это будет лучше и точнее, чем на многих участках работы. Вот такие замечания сделал заместитель начальника пятого управления генерал-майор Проскурин на предлагаемых, собственно говоря, тезисах для тех докладов, которые должны были прозвучать. Но если говорить дальше о документах, они вызывают у нас целый ряд вопросов. Например, созданный в январе 1982 года 13-й отдел пятого управления КГБ, который должен был заниматься как раз молодежными формированиями, которые очень беспокоили. С чего он начал свою работу? Начал он, понятно и традиционно, с массовых арестов кришнаитов. И действительно, весь 1982 год отдел занимается и подготовкой этих арестов, и арестами, и анализирует протоколы допросов. Одним словом, кришнаитов давят всерьез. Но в это же время, вы понимаете, развиваются совершенно иные, и более массовые молодежные течения, которые тоже их беспокоят. И вот что, например, в этом 13-м отделе пишут о панках. Анализ имеющихся материалов о группированиях панков свидетельствует о том, что в настоящее время это движение характеризуется отсутствием ярко выраженных лидеров и устойчивых группирований на негативной основе. А большинство лиц, склонных считать себя панками, носят чисто подражательский момент. Бритые виски, одежда, украшенные английскими булавками, и увлечение панк-музыкой. Тем не менее, отдельный из них заявляет о своем разочаровании советской действительности, комсомолам, склонны к проявлению анархизма, грубому нарушению общественного порядка, наркомании, половой распущенности. Эта среда становится распространителем самых невероятных слугов, порочащих общественный и государственный строй, чем пользуются наши противники в своей радиопропаганде. География распространения подражателей панков пока невелика, однако имеет тенденцию к расширению. И этот вывод, безусловно, правительский, потому что она не только имеет тенденцию к расширению, она и действительно расширяется, и это гораздо серьезнее, чем то, с чем КГБ сталкивалось раньше. Потому что, в конце концов, движение панков было гораздо более массовым, чем движение хиппи. Такие, как Аркадий Словоросов, это, собственно говоря, были, я бы сказал, дети из благополучных, хороших семей. Панками становились все, панками мог стать любой. Здесь, на самом деле, уже было, я бы сказал, массовое неприятие советских правил, обрядов и массовое нежелание молодежи жить по тем правилам, которые им навязывались. Но вот интересно, как анализируется этот процесс в том же документе. Основными причинами негативных процессов, происходящих в этой среде, являются, первое, целенаправленное воздействие буржуазной пропаганды на молодежь, второе, бездумное отношение к моде, которое не всегда политически нейтрально, и, может быть, в ряде случаев оружием идеологической диверсии, слабость партийно-патриотического воспитания в школах, ПТУ, семьях, недостатки нашей контрпропаганды, которая иногда ведется без учета психологии данной категории молодежи. И, наконец, на пятом месте главная проблема – это проблема неумения организовать свой досуг и неблагополучие в семьях. Здесь, конечно же, скорее более правильные проблемы, нежели все первые, которые носят, я бы сказал, идеологический характер. Но важнейшее постановление 1984 года, которое как раз говорило о том, что неблагополучно в комсомоле, а заглавлено было Центральному комитетом коммунистической партии Советского Союза, вполне традиционно. Называлось оно так. «О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи». То есть, в принципе, руководство комсомолом хорошее со стороны партии. Поэтому дальнейшее улучшение. Никто не готов был признать, что, собственно говоря, комсомол не справляется с теми задачами, которые перед ним стоят. И вот тут в этом постановлении четко было сказано. «Не допускать, чтобы под прикрытием самодеятельных объединений в среду молодежи проникали аполитичность, безнравственность, слепое подражание западной моде». Но это легко написать в постановлении. А как сделать? ЦК ВЛКСМ, конечно же, на это постановление тут же откликнулся решением своего 9-го пленному ЦК ВЛКСМ от 10 августа 1984 года, где было сказано, что это постановление ЦК нужно принять к неуклонному руководству и исполнению. Но комсомол все-таки самокритично в данном решении признавал, что не преодолены формализм и заорганизованность комсомольской работы. А между прочим, комсомол тогда насчитывал 42 миллиона членов комсомола. То есть практически вся советская молодежь была охвачена комсомолом. И это лишний раз говорит о том, что, конечно же, невозможно унифицировать и каким-то образом, я бы сказал, стандартизовать подход ко всей молодежной массе. Поэтому хиппи, конечно, сходили на нет. Но появились другие проблемы. Вот в данном случае одна из самых громких и нашумевших статей против творчества группы «Машина Времени». «Комсомольская правда», 1982 год. Статья, которая называлась «Рагу из синей птицы». К моему глубокому сожалению ее подписали довольно известные люди. Здесь речь шла о одном из концертов группы «Машина Времени» в Красноярске. Вели они себя неправильно с точки зрения критиков. И вообще все это не советское было. Несоветское, неправильное. А письмо вот это «Рагу из синей птицы» подписал, к сожалению, Виктор Астафьев, писатель. Максимилиан Высоцкий, главный режиссер Красноярского государственного театра оперы и балета. Вот только театр оперы и балета решать о том, хороша музыка «Машина Времени» для населения или нет. А ведь, между прочим, вы знаете все творчество группы «Машина Времени». Оно, если говорить о том, что стало появляться в этот же момент, было абсолютно безобидным. На примере птичек, рыбок, какие-то были, я бы сказал, аналогии «Тайные стрелы». Но назвать это всерьез чем-то тревожным или антисоветским, или оппозиционным было никак нельзя. Да, это не было тем, что бодрячески, оптимистично пелось на советской эстраде. Но уже росла, собственно говоря, новая смена, и происходило то, что, собственно, я бы характеризовал, как переход количества в качество. Уже любой маломальской молодежной компании под силу было создать вокально-инструментальный ансамбль при наличии способности и умении играть, и даже при отсутствии таковых. Нормальная форма досуга. И сочиняли песни они сами. И вот эти песни являлись все абсолютно, песни, композиции, я бы сказал, своего рода художественным высказыванием. И вот количество художественных высказываний, в конце концов, их массовость переросла в новые качества. Сформировалась самобытная и альтернативная культура, с примерами которой мы будем знакомиться. Вот здесь, пожалуйста, нам песню группы ДК. Я смотрю, что надо смотреть, Я читаю, что надо читать, Понимаю, что надо терпеть, Когда надо глаза закрывать, Я живу твоей головой, Покоряюсь твоей судьбе, А вообще я доволен собой, Потому что так нужно тебе. Если нужно тебе, То я глуп, Если нужно тебе, То я слеп, Я твой рам, Доедаю твой суп, От врагов берегу твой хлеб, То, что скажешь, Исполню вмиг, И скажу, То, что надо сказать, Если где-то раздастся крик, Я скажу, Не надо кричать, А вообще мне на все наплевать, Он уныл тобой выбранный путь, Ты дала мне возможность лишь пить, Если вдруг ты будешь тонуть, Я не стану тебя спасать, Я буду топить, Я буду топить, Я буду топить, Я буду топить, Для 1982 года я бы сказал, Это не просто манифест или декларация, Это своего рода И художественное, И политическое высказывание, Но с другой стороны, Сразу привлечь к уголовной ответственности Здесь не за что, Вы же прекрасно понимаете, Здесь нет ни слова, Которое можно было в суде предъявить Как антицентской агитации и пропаганду, Да, упадническое творчество, Да, опасное в своем направлении, Потому что вы же прекрасно понимаете, Что это песня о родине, А не о чем-либо другом, Нет никаких сомнений В отношении автора песни К той стране, в которой он живет, Я смотрю, что нужно смотреть, Я читаю, что нужно читать, Это и есть, собственно говоря, Выход в абсолютно неподцензурную сферу, Берешь гитару, Берешь лист с бумагой, Поешь, И это распространяется на кассеты Гораздо круче и быстрее, Чем любые листовки, рукописи И прочее, прочее, Потому что множественной техники Никогда не было в доступе, А вот сыграть и магнитофонных кассет Набрать Никакой проблемы не было И это, конечно, уже позднее издание Творчества Сергея Жарикова, Который был как раз автором текстов И исполнителем данной песни И фронтменом группы ДК Играл на ударных инструментах Но они всегда, даже вот позже, Когда издавались уже на CD, Они довольно популярны в определенной среде, Когда издавались на CD Записи, а их очень много было, Музыкально-литературное наследие Жарикова Огромное, он выпустил даже Огромный трехтомник, Часть книг с не совсем приличным названием, Но можете найти в интернете. Жариков, безусловно, очень интересная фигура По той простой причине, Что он пишет много об этом времени, О себе, иногда довольно, Я бы сказал, открыто, Потому что он пишет и о себе, Как о человеке, на которого, В конце концов, КГБ обратило внимание И заставило с собой сотрудничать. Он об этом очень интересно пишет, И мы сейчас это посмотрим. А вот эти обложки, Которые тоже довольно интересны. Вот альбом 1985 года группы ДК ДНВ-85. Я помню, когда он мне попался, Мне его записали, Тоже всякие вот такие вот любители Звукозаписывающего бизнеса. Я страшно радовался, Потому что я вдруг понял, Что действительно есть другая, Совершенно не советская составляющая Молодежной культуры, Которая живет по своим законам И по своим канонам. Жарикова, конечно же, В КГБ вызвали для беседы. Вот здесь вы видите, собственно говоря, Очень знаменитых людей, Вы, наверное, всех узнаете. Здесь слева Константин Кинчев, Потом Мамонов, В середине как раз Жариков, Потом человек, которого я не знаю, Я не могу определить, Но очень похож на Федя Чистякова, Но может быть даже не Чистякова. Из Роллинг Стоунс, по-моему. Кто? Из Роллинг Стоунс. Нет, из Роллинг Стоунс здесь не может быть никого. Роллинг Стоунс не приезжали. А крайне справа – это Гременщиков. Конечно, КГБ рок-музыкой занимался, И в 83-м году был создан Ленинградский рок-клуб. Об этом пишет генерал Калугин Довольно интересно в своей книге, Потому что он пишет, Что это вот была некоторая вещь, Которую нужно было взять под контроль. Иначе она развивалась совершенно без, Собственно говоря, Участия государства, И могла развиваться и дальше Совершенно непредсказуемым образом. Поэтому взятие под контроль, А он на самом деле вовсе не означало Процесса удушения рока. Его невозможно было уже удушить. Это уже понимали везде. Но взять под контроль, По крайней мере, сдерживать те тенденции, Которые им казались наиболее опасными. И вот Жариков совсем недавно, В этом году выступил с замечательным текстом, Который просто советую всем прочесть. Как вербует? Могу только рассказать, Как это делать здесь и на чем. А заодно и в тему друзей, в кавычках. Во-первых, у вас должна быть Достаточно большая телефонная книжка. А во-вторых, среда, В которой эта книжка активирована, Должна быть кому-то интересна. Вербуют, как правило, на шантаже. Меня, например, зацепили на клевете На советский строй. Была такая статья УК. Сегодня ее аналог 282-я. И так я его мощно оклеветал, Что этот самый ваш советский строй Сам рухнул через 7 лет. Ведь дело здесь совсем не в экстремизме, Которое буквально означает крайности. Да и состав с событием преступления В принципе доказать невозможно. В силу оценочности и относительности Самого понятия крайности. Когда и потерпевшего хрен найдешь. А в самом инструменте запугивание. Дело в самом инструменте запугивание. А там уже дело техники. И здесь трудно сказать по доносу. Просто берут тебя под колпак, Окружают друзьями, в кавычках. Те собирают базу для последующей предъявы. И первые же в этом деле Так называемые журналисты, Особенно с корками соответствующих вузов. Там даже не стоит и рыпаться. А еще всякого рода организаторы мероприятий, В кавычках. Хотя с ними, понятно сразу, Там бабло. И не только мальчики, Спешу заметить. Как только на деле колпак И выделили Мишу, Володю, Сашу, Он же ваш куратор, Вас начинает окружать друзьями, У которых, как правило, Есть такое же Саша. То есть строится сеть. Ведь главный товар любой спецуры Это контроль. И потихоньку Вам начинают делать карьеру, Которая вам и нахер не сдалась. Я прошу прощения за крепкие выражения. Хотя это литературное выражение. По принципу горящей клетки. Кто в курсе? То есть загоняет в клетку, Клетку поджигают, Оставляя одну дверь открытой. И получается, в конце концов, Ваш выбор. Когда я попросил своего куратора Помочь с работой, Он мне недвусмысленно заметил. Пожалуйста. Но только та, которая мне интересна. Он был хороший чувак. Сын генерала, по-моему. И дал весьма прозрачно понять, Что лучше не обращаться с подобными просьбами. Иначе будет такой же выбор С мегатонными настоящего говна, Которым я уже достаточно наелся. Очень хорошо эти отношения Показаны в третьем сезоне Фарга. Кому интересно. Чем интересен вообще сам по себе Сергей Жариков? С одной стороны, вот, вроде понятно. У него куратор от КГБ. Но с другой стороны, Он делает для КГБ Гораздо более вредного, чем полезного. Он может быть информантом В среде, Которой КГБ интересуется. Но посмотрите, чем занимается Жариков. Он продолжает выпускать свои альбомы, Которые столь же злые, Как и тот первый, С которого звучала эта песня. Где были прямые пародии на Брежнева. Он продолжает продюсировать И помогать Для записи Альбомов других групп. Например, в 85-м году Помог записать Шевчаку альбом «Время», Найдя для него Студию звукозаписи. То есть у него появляется Больше возможностей С одной стороны, А с другой стороны У него появляется Определенная индульгенция И иммунитет От преследования Со стороны КГБ. Потому что он как бы Под контролем. То есть это вот та самая идея КГБ, Которая на самом деле Являлась, собственно говоря, Совершенно непродуктивной. И Сергей Жариков, У которого настроения песен Менялись от оптимистичных К пессимистичным, Тем не менее, Всегда был уверен себе. Если мы рассматриваем его творчество, Например, Песня Про одеколон Замечательна с тем, Что заканчивается Следующими словами «Нет ничего впереди, В прошедшем тоже тоска, Видишь одеколон, Сладким стал, Как мускат». А другая песня, Агдам, Она гораздо более оптимистична, Хотя Основная нота, Что власть, Ты дала мне возможность Лишь пить, Она все равно повторяется рефреном. Из песни Агдам, Ты понял, Что жизнь дерьмо, Смейся и веселись, На каждом шагу вино, Не мучай себя, Нажрись. Пусть все идет Ко всем чертям, Горит голубым огнем, В твоем стакане Агдам, Не бэмс, Еще все путем. И вот это, Понимаете, Я бы сказал, Творчество Жарикова, Оно наиболее полно И точно Отражало эпоху. То есть, Рождалась такая, Я бы сказал, И формировалась Самобытная, Альтернативная Советской культуры. И, конечно, Она была неоднородной, Очень разной В своих творческих исканиях. Но всегда, Всегда, Эта культура Противостояла Официозам. Здесь как раз Группа ДДТ, Шевчук, Который организовал Свою группу В 82-м году В Уфе. И в 83-м году Написал Довольно сильный альбом, Действительно, Сильный альбом Под названием Периферия. И там были песни, Которые не могли Не поразить Советского слушателя. Слушаем теперь Песню ДДТ. КОНЕЦ Нас сомнение грызут, Я сомнением Этим не рад. Эта мерзкая тяжесть В груди Разбивает любовь. А пока мы сидим И страдаем, Сгулим у захлопнутых Врат. Нас колоть-то Уже чем попало, Да в глаз или в бровь Вот хитрейший просто Давно положили на все Налепив быстро Мягкий мирок На привычных Их телу костях Лишь свиются над нами Погрязшими В глупых страстях Им давно Наплевать На любовь Твое и мое Я получил эту роль Мне выпал счастливый билет Я получил эту роль Мне выпал счастливый билет Вопрошаем отцов Но не легче от стройных речей Не собрать и частичный ответ Из подержанных фраз Их тяжелая юность Прошла вдалеке от вещей Тех, которые так переполнили Доверху нас И когда нам-то хочется Громко и долго кричать Вся огромная наша родня Умоляет молчать И частенько не верят И частенько не верят Уже мадрих левших богов Сыновья пропевают награды Примерных отцов В суете наступает Совсем одинокая ночь Лезут мысли по третьим концерам И уже не до сна Но на следующий вечер Приводим мы ту, что не прочь И тихонько сползая с постели Отступает война Я получил эту роль Мне выпал счастливый билет Я получил эту роль Мне выпал счастливый билет И филерное счастье Наполнило медом эфир Славим радость большого труда Непонятного смыслом своим Славим радость побед По малейшему поводу пир И уже лучше не думать, что завтра насталец один Безразличные грезы Прощаясь одна за другой Улетают навечно покинув еще одного Он лежит и гниет Что-то желтое льет изо рта Это просто не израсходованная слюна Сладостело, педало Но скоро закончился срок Он подъехал незримо в черте Где все рвется за миг И в застывших глазах Обращенных к началам дорог Затвердел и остался навек Неродившийся крик Я получил эту роль Мне выпал счастливый билет Я получил эту роль Мне выпал счастливый билет Мне выпал счастливый билет Мне выпал счастливый билет Мне выпал А кто первый раз слышал эту песню Из присутствующего? Серьезно? Значит, дело в том, что представить себе степень С которой были возмущены партийно-советские КГБшные работники в городе Уфе Которые ознакомились с быстро распространяющимся магнитоальбомом периферии Я даже не могу Потому что это не просто вызов Это какая-то, я не знаю Это декларация, это заявление Нет, дело в том, что в музыкальном отношении и в поэтическом отношении Мне Шевчук нравится И когда я эту песню услышал, но не в 83 году, а позже Я был поражен Что человек не просто написал это и не положил где-то себе в стол А спел это Спел, распространял И у него действительно были серьезные проблемы Значит, на него и напали в подъезде Его вызывали в КГБ Из Уфы ему пришлось уехать И, как Шевчук сам рассказывает в фильме «Учитель рок» Он говорит, что вдруг в момент у него исчезли все какие-то друзья и знакомые Испугались всех Ну, видимо, стали тягать в КГБ всех И, как он говорит очень образно Телефончик-то мой замолчал Тогда, конечно, были только домашние телефоны Он уехал в Ленинград И дальше, собственно говоря Уже не все, к сожалению, не весь его состав группы мог уехать Но, в общем, он создал группу в Ленинграде вновь Альбом, как я уже говорил Ему помогал записывать Сергей Жариков Уже в 85-м году следующий альбом Это был альбом «Периферия» Это был его второй альбом Первый альбом вышел в 82-м году Где были песни, в частности, пацифистские Совершенно не стреляй Украсим небо добротой Это было абсолютно не принятое советской властью И не могучее быть принятое творчество Понятно, что советская власть действительно взялась всерьез бороться вообще с этим явлением Распространение музыкальных произведений Совершенно неподконтрольно по всей стране и очень массово Так, кстати, появились группы «Динамик», «Примус», которыми молодежь очень увлекалась У них не было столь политизированного творчества Но, тем не менее, «Зоопарк» И, интересно, чуть позже в Архангельский облачный край Одним словом, группы, неформальные группы Никак не приписанные, никакой областной филармонии возникали везде Давить их старались по-разному Группы «Воскресенье» Алексея Романова, например Пытались поймать на каких-то там квартирниках и концертах И Романова, в конце концов, на некоторое время сажали в тюрьму Но обвинения были, конечно, неполитические У него в смысле политики в песне, в песне, как раз, меньше было Но даже в Чука ведь не посадили Потому что тоже, с чем прийти в суд? С тем, что он пессимист и не верит в наш строй Славим радость большого труда, непонятного смыслом своим Хорошо, ему отдельно взятому, бывшему комсомольцу, непонятен смысл труда Но всем остальным понятен, разве? Это была действительно для всей страны серьезная проблема Здесь я не знаю, какой состав его группы, уфимские или нет Вот группа, здесь, кстати говоря, Маргулицева, вы видите справа Группа музыкантов, но с газетой, извещающей о смерти Брежнева Очень интересный снимок, я нашел его в интернете И мне он очень понравился, потому что это действительно свидетельство эпохи Смерть Брежнева означала смену эпохи Может быть, они рассчитывали, надеялись на что-то Но они на самом деле вступили как раз в очень короткий период Очень жестокого преследования любого музыкального инакомыслия И вот в этом смысле этот снимок и интересен Вот опубликованный приказ Министерства культуры, который говорит о том Какие группы не должны звучать нигде, никак и никогда Западные и, естественно, наши Ну, список западных групп огромен Тут, как вы понимаете, есть и Pink Floyd, и даже B2 И группа Black Sabbath, и Alice Cooper, что, в общем, объяснимо И группа Kiss, что тоже, в общем, объяснимо Хотя здесь есть совершенно, я бы сказал, невинные группы Типа TNCC, Майкл Джексон, например, Рот Стюарт Ну как? Почему? Я понимаю, что вот Culture Club, например, который здесь 65 номером идет Culture Club, хорошо звучит Это абсолютно эстетская и совершенно невинная группа Ну что? Но это не наша музыка А вот то, что вы видите 41 группу из Советского Союза Вот в правой колонке Это самое интересное Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы вы сделали первый свой вывод Когда вы видите этот список Вот ваше мнение Это приказ 84-го года, 12 июля Дело не в том, что глупость полная Что поражает в этом списке Не профессионализм какой-то Нет, 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 нет Не то, что они выбрали Не то, почему они выбрали Не то, почему Их привычка выпускать приказы и запрещать Это, к сожалению, никуда не ушло из нашей жизни и сегодня Придумывать, я не знаю, там, я не знаю Блокировку сайтов, еще что-то Это, я бы сказал, чиновничья психология Вопрос в другом 84-й год Если мы сравним с 79-м Принципиальная разница Потому что, посмотрите Это практически, во-первых, все профессиональные коллективы Почти профессиональные И их, смотрите 41 штука Это значит, процесс Действительно уже имеет Некую законченную форму То есть, существуют коллективы Которые разогнать не так-то просто А посадить ни сил, ни возможности нет Политической возможности нет Нельзя начать Массовые репрессии против рок-групп И так, все время отбиваемся от западных критиков Которые говорят о нарушении прав человека в СССР Ведем, я не знаю, долгий разговор На мадридской встрече Говорим о третьей корзине В Хельсинских соглашениях О культурном обмене И вдруг проявляем такую, значит Совершенно звериную жестокость По отношению к проявлению молодежной культуры Здесь ведь группа, которую вы хорошо знаете Группа Браво, Москва Я понимаю, конечно, здесь есть всякие Скандальные названия, которые только из-за названия можно С точки зрения советской власти запрещать Автоматические удовлетворители Но группа Люцифер, Ленинград Группа Свинья, Ленинград Кстати, довольно известная была В свое время Здесь же и Наутилус, и Свердловск То есть это имеется в виду группа Наутилус, Пампилиус И здесь же ДДТ, Уфа Еще обозначен статус группы как Уфа И посмотрите еще другая вещь Конечно, очень много Москвы Достаточно Ленинграда Но есть и масса других Я бы сказал, рок-столиц Это, во-первых, хорошо представлен Свердловск А, кстати, я вот здесь не вижу Облачный край есть уже или еще не существует Я пока не вижу, должен быть Рок-сентябрь, Череповец Кстати говоря, вполне хорошие группы Сергей Жариков когда-то На рубеже Восьмидесятых и девяностых В конце Был даже министром культуры В теневом правительстве Жириновского И делал имидж Жириновскому Потом, конечно, быстро от него ушел Но тогда же, собственно говоря Он был одним из тех, кто придумывал для Лимонова НБП Национал-большевистскую партию И довольно с юмором и интересом Пишет об этом у себя Он человек креативный Человек авантюристичный И человек, довольно-таки, я бы сказал Склонный к не только мистификациям Но и такому художественному Димаршу То есть все, что он делает Он считает художественным высказыванием Будь то политика Я очень хорошо помню, как Известия цитировали Тогда еще Известия была другой газетой Где-то в 93-м году, 92-м году Как Жариков писал относительно Прибалтики О том, что когда даже самое последнее Насекомое Прибалтийское в этих странах Поймет, что пора склонить голову Перед сапогом русского господина Вот примерно такие тексты у него рождались В то время Это не значит, что он так думал Он игрок, который играл всю жизнь И лепил на себя какие-то образы Отчасти, между прочим, это и подтверждение Той его авантюрной истории Когда появился Саша, Володя, Миша И именно он метко назвал разговоры с этими людьми Отеческим говорением Потому что они его пытались воспитывать Внушали В директивах КГБ Вы же читали, Пятого управления Проводить агитационную работу силами агентуры А Жариков Дальше, собственно, никакой работы не проводил А делал то же самое, что и делал Но только считал, что теперь он с этой стороны Как сказать В некоторой безопасности Так вот, последнее, на чем мы сегодня закончим Советская печать Партийно-комсомольская печать Действительно Начала серьезную И я бы сказал, очень серьезную Атаку на музыку На музыкальную Молодежную субкультуру Пытались ставить заслоны Проникновению западной музыки И, конечно, это очень хорошая тема Вообще для будущей следовательской работы Если кто-то займется Я бы ее формулировал так Отражение тенденций в молодежной среде и музыке В партийно-комсомольской прессе Как она преломлялась, эта тенденция в прессе Конечно, первое, что писали Нужно установить контроль за состояниями За студиями звукозаписи То есть ни в коем случае не допускать бесконтрольного распространения Но это глупость, потому что звукозаписывающие аппаратуры И двух кассетников С помощью которых можно было быстро тиражировать Появлялось все больше и больше Вот этот приятель, который мне записывал И фильмы, и музыку Он работал на хлебокомбинате Имени 60-летия образования СССР Он говорил, мой идеал Это чтобы обеденный перерыв был побольше И лежит рядом с работой Утром поставил две кассеты Четырехчасовые на запись В обед пришел, переставил И к вечеру у тебя уже есть А его, значит, я, как сейчас он помню Я рассказывал с ужасом Схватил милицию на одной из станций метро Потому что у него прорвался пакет А там было 20 кассет ТДК А кассеты стоили 2 рублей по 80 И он говорит, все, думал Заметут, все, пропал Но как-то отбился, отговорился Уже все-таки возникало то, что называется Заря перестройки Одним словом, звукозаписывающая техника Уже делала невозможным Тотальный и полный контроль Ну и второе, конечно, о чем писали В соответствующих документах И в статьях Это, конечно же, дискотекам Комсомольское влияние и полный контроль То есть не допускать там Исполнения заграничной музыки О чем писали статьи Вот в этих вот журналах и газетах Которые мы сейчас частично посмотрим Прежде всего о том Что 95% музыки Которая звучит на дискотеках Это западная музыка Конечно, они писали, что это низкопробная музыка Но посмотрите заголовки Статей Здесь что-то чудовищное По, я бы сказал, кондовости И маркобесию Потому что с чего начинается статья Она начинается с того Что когда-то американцы Специально для разложения населения И деморализации населения Германии Переводили на немецкий язык Всевозможные шлягеры И запускали туда на немецком языке Мюзиклы Это статья 1984 года Вот комсомольская правда 16 сентября 1984 года Нет, у меня другой У вас какой-нибудь вопрос возникает по поводу Вот этого запева Для данной статьи Возникает Какой? Такой же, как и сейчас Нет Нет Сейчас такой вопрос уже не возникнет А вот тогда он возникал Но прежде всего США в годы войны Являлся союзником Советского Союза И нацистская Германия наш общий враг И почему вот здесь Все переверто с ног на голову Барбаросса, рок-н-ролла То есть как будто бы американцы придумали план Барбаросса Это же, понимаете Это же вот та самая типичная журналистская спекуляция Которой они грешат до сих пор Подмена понятий Значит, выискивание каких-то, я не знаю, примеров Мелких и раздуваний до уровня слона Здесь много чего Посмотрите Здесь и вспоминается машина времени Карнавал, Курлица, Арсенал Почему? Потому что их на Запад этих парень Жанава Ньюси, Крещен Сайз Монитер, Мелоди Мейкер Это что получается? Что значит, если вас Имеется в виду английская группа Чорни Шаббаш Ну, написать Блэк Саббад Сейчас, конечно, конечно, принято писать Блэк Саббад То, что называется Десятки групп, причиненных пророкин ролиным понятием Дряхными старцами Если тогда были ребята из Блэк Саббас Дряхными старцами То, что сегодня мы можем сказать о Узи Осборде? Просто ожившей египетской мумии Нет, на самом деле Эти статьи, конечно же, писались по своим канонам Но, знаете Это был последний всплеск настоящей войны Которая советская власть объявила рок-музыке И эту войну проиграла Хотя старалась, конечно Диверсия Хариметал Подделки международного бизнесмена Это уже довольно поздняя статья Это уже в последнем, между прочим, 1987 года Они не унимались вплоть до середины 1987 года С этими статьями То есть КГБ продолжал существовать Мы будем с вами говорить На следующей теме КГБ и перестройка После самой сдаты Мы будем говорить о КГБ и перестройке И до 1987 года, до середины По крайней мере, многое Я бы сказал, совершенно неприлично В этой сфере происходило Вот эта статья Диверсия Хэйэй Мэтал Которая разоблачает между прочим И ЦРУ И Сева Новгородцева Которая ведет программу Здесь, ну, про Сева нет По Севу было предыдущих статьях Музыкальную страничку на BBC И Голос Америка Никит, для КГБ было самое страшное Что слушали западные вражи голоса И прежде всего Никит Сева Новгородцева Можно подумать Можно подумать Что если бы они не слушали западные голоса Они не хиписали друг другу И не продавали На черном рынке Кассеты с ДТТ Примусом Алисой И прочими людьми Стоило выключить голоса И тут же продукты появились Другу кино Я так часто помню Первый раз я сошел в группу кино Проймав такси Где-то на планерной И у таксиста Играла как раз песня Я сажаю алюминиевые огурцы На презентацию на поле Я подумал Какое интересное творчество По телевизору такого не существует Где берем Он сказал Это группа кино То есть собственно говоря Я уже для этой музыки Был довольно староват У меня уже было не 20 Но тем не менее Я удивился Потому что я все-таки понимал Что со всех сторон Я вижу приметы Какой-то иной музыкальной реальности И иного музыкального наполнения Конечно сейчас многие тоже пишут Что с помощью ООК Тогда Западной разведки разрушили СССР Но эту тему мы будем развивать Наверное на следующих занятиях Вот Алисосной челкой Это 87-й год между прочим Статья которая была инспирирована Прямо в КГБ У нас есть для этого доказательства Пописано каким-то Вен Кокосовым Я помню что в тот момент уже было Довольно свободное советское телевидение Пятый канал Ленинградский Который этого Кокосова пытался поймать И хотели взять ему интервью Зачем ты не писал статью Это молодежная газета Откома комсомола Смена по-моему называлась В городе Ленинграде Но Я показываю вам статью не для того Чтобы вы читали о том Какой хулиган Кинчик И как он там что-то такое сделал И подрался с охранником на концерте Который толкнул его беременную жену Чтобы он абсолютно правдный Конфликт был Понимаете Здесь же речь идет не о том Что Кинчик повел себя Как-то не так В данной ситуации Речь идет о том Что вообще все творчество группы Алиса Это что-то тоталитарно нацистское Эстетика по крайней мере Была воспринята как враждебная Но если вы помните фильм Злопщик Где играет Кинчик Самого себя практически Этот фильм тоже вызвал негативную реакцию КГБ И они пытались воспрепятствовать съемки Вот эта статья Инспирированная Пятым управлением КГБ Но уже существовало То что называется Пространство властности И журналисты Те или журналисты Попытались встретить с этим журналистом Он Автором этой статьи Он конечно позорно бежал перед камерами Это была красивая сцена Там была передача Пятое колесо В один из дней А статья была опубликована В ноябре 1987 года Представьте себе А помните фильм Мамина Букенбарда Который назывался Что навеяло Режиссеру И собственно Автор этого фильма Историю со статьей Тоже в пусомольской прессе Относительно Этой группы пушкинистов Как называлась статья Которая разоблачала Семодельную группу пушкинистов Которые ходили с тростью С винцовым болташником В принципе были Я бы сказал Такой группой стильных гопников По своей суду Статья появилась под названием Фюррора в Букенбардах И вот это вы понимаете Обыгрывание темы Без фашистской Германии Без нацизма Без войны Мы в нашей пропаганде До сих пор Никуда не живем Постоянно Все время звучит этот рефрен Как еще Маркировать Обозначить Я бы сказал такое Неправильное явление Алиса с косой чёркой Я считаю Название конечно же Своей советскости И советской пропагандистской Ипостаси По своему Конечно Генеральной Алиса с косой чёркой У кого косой чёркой А хирург в Букенбардах Это конечно не пюшки Одним словом Битву Власть проиграла Но боролась она Даже с самыми невинными проявлениями Вот на примере Закончим мы Тоже хорошей песни Которая принадлежит Группе Воскресенье И Которая тоже содержит Собственного ряда То Что советская власть Не приветствовала В любом художественном творчестве Когда-то Об этом хорошо сказал Писатель Солжницын Может быть единственный Первый и последний раз Встретившийся с ним Секретарь ЦК ППСС Пётр Нинуж-Демичев Который в 65-м году Отвечал за идеологию Он сказал Чего партия не хочет иметь В извине советских писателей На первом месте Пессимизма Второе Очернительство И тайных стрел Тайные стрелы Это звучало Конечно Замечательно Но тайные стрелы Как вы понимаете Флорческую жарику Вполне очевидно О чем он пишет О чем он поет Очернительство Это конечно Тоже есть Но пессимизм Был практически В композиции Любой группы И вот давайте Фотографию можно оставить Давайте последнюю песню Субтитры подогнал «Симон» Научи меня жить Научи меня что-нибудь делать Сочтены мои ночи И дни словно сны коротки А то, что любит сквозь сон То, что дышит от имени тела Это только тень на горячем плеске У ленивой реки Научи меня что выбирать Между черным и белым Чтоб чужое добро На твое и мое не делить Дай мне лезвие мысли Вонзить между счастьем и целым И назови мне высокую цель Научи меня жить Привяжи мне бумажные крылья Свободу и совесть Не остави меня в бурю Не остави меня в бурю И в штиль бассейне беды За то, что было и будет И чем наконец успокоюсь Дай мне душу в ладонях С водой и отраженье звезды А то, что нажито, прожито, прах Я о чем не жалею Что прошло по колено волши Что по горлу в тоске Научи меня заново Я ничего не умею А то, что есть у меня Это тень на горячем песке У ленивой реки Это тень на горячем песке Научи меня жить Научи меня что-нибудь делать За стены мои ночи Дни словно сны коротки А то, что любит твой сон То, что дышит от имени тела Это только тень на горячем песке У ленивой реки И это только тень на горячем песке У ленивой реки О, у ленивой реки О, у ленивой реки В 79-м, в 80-м, в 81-м, в 81-м, в 81-м, в 81-м. В 82-м, в 82-м, в 81-м, в 82-м, 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 в 83-м, в 82-м, в 82-м, в 82-м. Как я уже сказал, где-то 84-м, Романова на полгода посадили в тюрьму. Дело рассыпалось, по всей видимости, все же могла амнистия в честь 40-летия, в 82-м, в 83-м. Или другие обстоятельства, я не знаю точно. Но, по крайней мере, несмотря на то, что у него не было, я бы сказал, таких уж явно амнистейских выпадов в творчестве, он наиболее точно определил вот эту сущность и смысл советской эпохи. И в этой песне мы слышали «Поколение должи и погону в тоске». Ничего более точного и емкого для характеристики состояния молодых умов тогда невозможно было представить. А были молодые кореевисты, были те, кто делали карьеру, циники, не верящие в те идеалы, в которые уже практически никто не верил. Но остальные-то так. Остальные, в принципе, готовили то, что случилось потом в нашей стране и то, что называлось потом, в том числе и перестройкой, как некий вынужденный акт отступления советской власти по всем фронтам. Но последняя атака советской власти на малолежную субкультуру и робокультуру, она была, как вы видите, хоть и очень, я бы сказал, массированной, но они уже не могли быть фатально и кардинально жестокими, как это мы уже представили. Режим мягчал. Но, одним словом, на этой оптимистичной ноте я заканчиваю сегодня. Ну, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с услышанными, да? Да. У меня два вопроса. Во-первых, почему было так слабо налажено взаимодействие ФГБ и каких-то других советских организаций? Концерты же, которые разгонялись, они перед этим согласовывались. Что стоило час, допустим, при попытке назначить митинг, вам сразу отвечать на эти митинги уже два года назад запланировали детский утренник? Ну, это не слишком репрессивно сказать, что нет, у вас площадка занята, и для вас у вас нет времени никогда. Почему это не работало? Работало. На самом деле работало. Если мы посмотрим на все те бумаги, которые есть, мы не можем их все посмотреть, но я могу сказать ответственно за то, что мы видим. Масса примеров несостоявшихся концертов. Незогнанных, сорванных, прекращенных. Слеты за пределами города. Даже ДЭСП попало в жирнова запретов, потому что везде уже боялись какой-либо несанкционированной активности. Слеты хиппи, как я уже говорил, разгонялись, конечно. Как это практически делается, очень легко представить себе. Собирается молодежь, едет в милицию, на какой-то станции выходит, их уже ждут работники так называемых правоохранительных органов. В штатском КГБ милиция в форме и препровождают аналитику, которая следует в обратном направлении. Так что в этом смысле этого было немало. Но Дом культуры МЭЛС, я не помню где его, есть даже запись, она есть и продается даже на CD, запись концерта группы Воскресенье в 82-м году. Но вот то счастливое исключение, когда кто-то решился в этом Доме культуры, на свой страту риск, разрешить выступить в МЭЛС. Разрешил и этот концерт состоялся, он даже был записан. То есть, понимаете, тотальный контроль, он возможен только уже, я бы сказал, в таком нацистско-таталитарном государстве. В случае, когда в эти, собственно, правила не верят люди среднего и мелкого уровня, то всегда возникает вопрос. Ну а каким образом наши находились в студии звукозаписи, которые в какой-то момент простаивали и могли быть использованы? Все на уровне частных связей. Скажем, если мне нужно было сделать ксерокопию, то были люди, которые находят страх и риск где-то в закрытых учреждениях, даже в запечатанных учреждениях с стальными дверями, могли делать для себя какие-то ксерокопии. Как сейчас помню, я заказал Колымский Рассказ о Шаламбе, если бы с этим поймали, то было бы не забровать ни кому. В принципе, это все действительно держалось на массовости. Вы прекрасно понимаете. Если пол поднялся в атаку, то, в конце концов, до аврадских окопов добегают. Кого-то рассели, кого-то убили, но были и убежавшие. И вот эти вот счастливые единицы концертов. И, конечно, такое распространение получил массовый жанр, как «Квартирный». Когда просто на квартире собирались, а здесь уж никак это запретить нельзя. Вы уже понимаете? Да, приходили, пробки выворачивали, пресекали, старались пресечить, но есть ли это акустика? Они не при свечах будут сидеть играть на деталях? Им и свет-то не нужен. Это ты советская частушка. Да ничего, это советская молодежь. Относительно наличия или отсутствия света всегда что-то. Никита, у меня не вопрос, а скорее просто... С 81-го по 86-й год в Ле-Играбе я как раз этими делами занимался. Будучи секретарем как самому экскранизации группы. Я этими делами занимался. Могу сказать, что поступали нам эти инструкции по Невод КСМ. Мы их там вот комкались, смеялись, бросали. И что было? В каждом курсе было несколько магнитофонов, хотя это было запрещено. Все это слушали. По рейтингу было на первом месте машина времени, на втором воскресенье, на третьем ДДТ. Массово переписывали. Были и бобильные магнитофоны, были и маленькие. И, в общем-то, все положили и игнорировали. Второй момент. Было два таких больших центра. Это Ленинградский дворец молодежи и рок-клуб. Где эти все группы собирались. Иногда, конечно, кому-то там прикрывали концерты. А так, в общем-то, там была атмосфера такая, что и выступали, и собирались. И все это было. Третье, как я уже говорил, самое опасное в идеологической панике КГБ было то, что люди массово слушали вражьи голоса. Причем не столько саму песню, сколько перерывов, то, что там Севы Новгородцы говорил там лишнее, там уже открытым текстом и так далее. Вот это было самое идеологическое, как бы, вредное. Были глушилки, были дела, и все равно молодежь слушала. Причем, прежде всего слушали их для того, чтобы послушали музыку. Я это еще говорю, потому что я как раз этим занимался, как Ленинградец, у меня там более связи и в школе. И вот как-то вот так вот. Правильно, потому что носила Новгородцева печать советская, носила действительно особенно сильно в начале 80-х. Самые неприличные статьи, конечно, про него писали. Здесь родителей бросил, сам уехал за границу. Бегал, значит, родители болеют, он собирает бегать документы. В уничтожительном стиле, и как он там, и вот эти вот голоса. Одним словом, ну просто изменя их Родины в чистом виде, как он подавался в нашей печати. Но, смотрите, вы лишний раз доказали, почему советская власть в этой битве с рок-музыкой проиграла? Да потому что с хирургом спускались инструкции, а мы просто их клали на них, это самое большое, и все их слушали, и делали. И что может сделать бедное Пятое правление Кабуру, у которых всего лишь 400 человек? А почему не попытались возглавить протест? Правильный советский рок появился еще тогда, когда только появлялись группы, в которых, кстати говоря, и Градский играл, и тогда же, и Макаревич, и еще ряд исполнителей. Тогда же стали делать то, что называется правильный рок, рок патриотический. Землянин. 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 Правильный советский человек. И почему не подходил молодежи? Он был абсолютно архаичен? Нет. И он был, я бы сказал, лубочно оптимистичен. А ведь претензии к воскресенью, ЦК, В.ЛКС, любой идеологический работник, или к Алексею Романову, может приятно сказать, что значит научи меня жить. Мы же все объясняем, для чего мы живем, как мы строим коммунизм, что мы делаем. Но откуда берутся люди, которые вот на 64-м или 60-м году советской власти, что это научи меня жить. В данном случае влияние Пинг Флойд или других западных групп мы видим на творчестве вообще говоря самодеятельных рок-групп. Если мы возьмем в альбом «Время», который записал Шевчук в 85-м году, вы там услышите некоторые инструментовки и проигрыши из альбома «Ролик Султ Сангеллс». Раз в месяц, я не знаю, мелодии и ритмы зарубежной эстрады передачи на телевидении, она могла кого-то из них показать. Потому что в 81-м году, когда в США придумали честовать Академика Сахарова, в случае его 60-летия, был большой концерт, на котором выступили в частности холле «Иглесиас» и еще кто-то. И чуть ли не, я не знаю, как это связано с этим, то ли собиралась Абба выступать, то ли выступила, или завели какие-то песни, и они не были против. Одним словом, все стали сразу же врагами Абба. Тут же. Тут же. Вот эти все, я бы сказал, невинные ребята типа Абба и «Иглесиаса», они у нас все-таки звучали. И это было особенно неприятно для советской власти. Я уверен, я уверен, нисколько мы не потерялись, потому что само по себе перетекание информации о том, что знал огородника, это внешнеполитические секреты, это не ущерб для экономики. Ущерб для экономики наносил любой коррумпированный сотрудник Минвнешторга, такие дела стали расследоваться в 85-м году, когда он заключал сделки на, может быть, не очень пригодящийся товар, но за счет того, что там получал подарки, вот это ущерб. Ущерб купить неправильный завод, ущерб купить неправильное оборудование. То есть вы считаете, что деятельность КГБ вообще была экономически неэффективна? Я считаю, что деятельность КГБ в данном случае слишком идеологична, потому что речь о защите экономики велась в данном случае не минимизация ущерба, а прекращение утекания каких-то тех вещей, которые мы считаем тайными. Понимаете, экономическая составляющая здесь какая? Собственно говоря, давайте возьмем конкретный пример компотного бережчика. В этом случае, по сравнению с ним, огородник это просто минимальный вред. Но расскажет он про то, какие внешнеполитические акции... Ну, суть, да, в этом... Познанно или поздно аналитическая служба, целый этаж поймет, собственно, чего хочет Советский Союз сегодня, о чем будет копить запад и в какие точки меры пытается Советский Союз проникнуть в свои влияния. Никакого из... То есть вы считаете... ...детелей развивающихся стран, они пытаются... КГБ работают плохо, вы считаете? КГБ не нужен был в том виде, в каком он существовал, потому что он боролся с тем, что называется идеологическая кармура. Учащий секретов это тоже полная фигня, если бы наше общество было достаточно цивилизованным, правовым и открытым, то никакой бы разведки у нас вести не надо было. Такие струнные требования от рук в Путинске. Увеличить производительность струда на 1%, а себестоимость продукции поместить на пол процента. Гениальный план. Это после этой программы построения коммунизма. Вы же понимаете? Конкретный вам пример. Бежавший вместе с самолетом в 1976 году в сентябре летчик Биленко. Он угнал новый МиГ-22. Самолет совершенно новый. Ну, нет, почти новый. Ну, тогда новый. То есть, естественно, все секреты этого МиГ-25 американцам стали известны. Потому что, как бы мы ни шумели, самолет посмотрели, самолет там... Ну, естественно. Его разобрали. Вопросы... Теперь вопрос. Нанес он нам ущерб экономически или нет? Нужно было делать новый самолет? Да. Система свой чужой, прежде всего. Нет. Ну, нанес ущерб. Вы считаете, нанес. Система свой чужой. Потому что, а, этот поступок двинул научно-технический прогресс в СССР, потому что нужно было придумывать новый, и сделали самолет лучше, чем был. Второе. МиГ-25 с этого момента можно было продавать всем развивающимся странам. Что дает огромный доход. Теперь вопрос. А давайте посчитаем. Что выгоднее держать на вооружении этот самолет, не продавая его развивающихся стран. Делание самолетов не дает никакого дохода в течение ближайших пяти лет. Подождите. Он не дает никакого дохода в течение ближайших пяти лет. Или в течение ближайших пяти лет у нас огромный доход за счет продажи этих самолетов. А другое дело. Некоторые скажут адепты советской государственности и запасы. Да, но в тот момент, пока мы этот самолет продаем, а новый не создали, мы уязвимы, у нас нет истребителей. Вы же прекрасно понимаете, что говорить о военной угрозе по отношению к СССР, по крайней мере, глупость не лепится. В 73-м году заявил на апрельском пленуме 73-го года министр обороны Гречко. Он сказал, у нас в полтора раза больше главных частей ракет, чем в США. Мы вооружены в полтора раза больше. После этого, через три года, уже после смерти Гречко, начинают размещать ракету СС-20. Это средняя и меньшая дальности, не помню, километров. И это вызов всей Европе. У них нет ракет средней и меньшей дальности, способной достигнуть Москвы. А мы размещаем. Ракеты способны достигнуть всех столиц и аркетских государств. Вот тогда и возникает та история, которой мы, может быть, чуть позанимаемся в следующий раз, когда Рейген говорит, ну что ж, тогда завезем наши ракеты. Его надо защищать Першинген. И вот тут начинается истерика уже в Кремле. Возникает вопрос, а кто вызвал этот ответный процесс? Рейген, еще не завозя американских ракет, сказал, давайте нулевой вариант. Вы убираете свои, мы не заводим свои. Что сказали в Кремле? Ничего все с соглашением. Они ничего не делают, а мы при этом убираем свои ракеты. Это же в политике так же невозможно. Но вы понимаете, в политике, политика это ведь не торжеще, это ведь неделяческий подход. Политика обеспечения безопасности и мир доверия, она ведь на самом деле движется чаще всего на жестах доброй воли. Если ты понимаешь, что у тебя нет угрозы такими же ракетами в Европе, зачем ты держишь свои? Рейген тоже отжег. Помните, я быстро только сказал, я вообще считаю СССР империя зла. Ну почему он приказал, атака через пять минут? Нет, это не все вместе. То, что вы сейчас цитируете, это речь на съезде евангелистов в апреле 83-го года, когда он сказал СССР империя зла. Но до этого еще в британском парламенте в июне 82-го года он держал прекрасную речь относительно необходимости крестового похода против коммунизма. И когда я в пересказе газеты «Правда» читал злобные филиппики нашего журналиста Большакова, который говорил вот до чего дошел американский президент, я понял, что наконец-то есть президент, который скажет и назовет все своими именами. А то, о чем вы говорите, это была такая провопера, когда он чуть позже, 84-85-й год. В принципе опасно, потому что психоз был довольно серьезно связан с атомным противостроением, когда он пробуя микрофон сказал, я только что отдал приказ начать массированную бомбардировку. Кто-то думал, что это не идет никуда. Массированная бомбардировка, значит, Советского Союза. Но это действительно, я бы сказал такие в стиле Рейгана шутки, а вообще-то говоря, Рейган всерьез переживал и всерьез думал о вопросе, что в его ответственности вот та самая кнопка «нажми которую он», и исчезнет сразу 200 миллионов человек. По крайней мере, об этом рассказывал американский президент Джек Мэттл, который говорил, что Рейган действительно мудрил. Я не представляю, как можно нажать эту кнопку. 200 миллионов сразу не верю. Это невозможно. Правда. Он христианин, он сейчас собирал анекдоты о Советском Союзном рассказе. Да, и это тоже очень много. Я услышал такие анекдоты, кстати говоря. Есть, в интернете вы можете назвать Рейгана. А по поводу Огородника, я думаю, что он мог просто знать и выдать, кто среди самовынников посольских было чисто, имеется с ним в работе, а кто работал на органы. Вот в чем происходит. Так, экономический ущерб в чем? Вышит они этого сотрудника или будут за ним плотно следить? Здесь можно проводить свою, я бы сказал, разведную работу. Ну и что? Причут другого. Дело в том. Это частая песня сотрудников КГБ, бывших и отставных, которые говорят «мы, вот, предотвратили, мы, вот, утечка». А на самом деле, речет исключительно о политическом репрессиях. Вот как сейчас. Чего они держатся за документы 30-х годов, о массовых репрессиях. Ведь не раскрывая документы о преступлениях в эпохе Сталина, они сегодняшние становятся соучастниками этих преступлений. И они делают нас с вами соучастниками этих преступлений, потому что мы и есть российское государство. Значит, от нашего имени скрываются преступления. Значит, это на нашей совести тоже. Никита, вот сейчас есть проект в Уренкове, там, где-то, в общем, русские школники исследуют, как погибли солдаты в Ирбахте и территории СССР. Да. Сегодня история миру. Да. И вот в Фейсбуке выкладывают кусочек, где он там был быстрый. Вот и вот вау, вот он сволочь, он тварь. А что Полин сказал неправильно? После этого я соберу то, что я, значит, еврей стопроцентный, дед мой был полицаем стопроцентный. Я говорю, ладно, я плохой, так ужасно. Ну, что произойдет реально-то? То есть, вот этот оборот сам же делал. Никто не поставил. Это отвратительно, потому что вот эта вся волна, которая на камеру. Я говорю, вы не уверены, если же мальчишку наезжаете. Мальчик выдержал это. Это ужасно. На него действительно испытание. Потому что на него обрушилось, собственно говоря, некое злобное общественное мнение, которое речит. Никакие невинные эти солдаты Вермахте. Вопрос. Солдат, призванный 18-19 лет, пропавший под Сталинград и погибший там. С чертки. С чертки. С чертки. С чертки. С чертки. Мы ему даем возможность сбежать куда-то. Это абсурд. Понимаете? Вот это, я бы сказал, злобность и такая политическая задача. Нет, это не написали. Невинных немцев быть не может. Они все виноваты. Все над это садят. Да. Иначе, когда вы не там пошли. Можно заступаться за паренька. То есть вот эта бедумная пультура рядом. Ну, потому что это что-то чудовищное. То, что разворачивается, это и есть разбуженные, самые низменные институты толпы. Толпу давно науськивали. Вы понимаете? Они как орань будили. Моральный климат. Сегодня в тысячу раз хуже, чем тот, который был в начале 90-х. Когда я очень хорошо помню, когда делались кладбища на местах, где захоронены немцы в годы войны. И все понимали, что в конце концов захоронен последний солдат. Захоронены солдаты. Отданы почести. Солдаты есть солдаты. И их захоронение – это воинские захоронения. Наши захоронения в Германии тщательно оберегаются и в идеальном состоянии. Здесь у нас ничего этого не было. Мы в данном случае не просто дружники. Мы моральные уроды и мангурты. Потому что мы не хотим помнить не только тех, кто пришел к нам с оружием, но мы своих собственных порушили столько захоронений. И никого это не волновало. И вот в 90-е годы стало это исправляться. Но потом тут же, уже ближе к концу 90-х началось. Почему в нашей деревне память не к этим итальянцам? Они не к нам пришли с оружием. Это же кто такие? А вот у них эта самая кепка английского стрелка там видна. Все это можете найти в интернете. В Воронеже были выступления против кладбища немецких военнопленных и немцев, погибших на полях сражениями. Но если мы не уважаем тела противника, который погиб здесь, он пришел с оружием. Но это война, есть и законы войны, и воинские обычаи. Почему мы думаем, что они должны уважать нашу могилу? Они-то уважают именно потому, что там христианское сознание и понимание этого. Вы, мы, мы с Аллатой, мы воюем. Нас, наше правительство, собственно говоря, занарядило воевать друг против друга. А лучше-то не воевать. Понимаете, какая вещь? У нас же в 80-м году раздули историю. Когда Рейгер пришел на западно-гермальное какое-то кладбище и возложил венки погибшему. Там был войско захоронено. Тут же раскопали, что там где-то в углу кладбища еще и сессии есть. Тоже их могилы. С какой радостью советская печаль обмусорила этот факт на протяжении нескольких дней. Вы не себе представляете. Открываем немары Рейгера. Он пишет о том. Он пишет, что мои помощники прошли. Там что-то снегом было запрошено. Сказали, да, нормальное кладбище. Можно возложить. Можно класть. И пошел и возложил. А что вы там не увидите чьих-то могил? Бывает. Бывает. Он же не шел именно. Но нас же как изобразили? Именно эсэсовцем. Вот он американский Рейган какой. Вся эта, я бы сказал, трескотня с такой, я бы сказал, риторикой противостояния в годы войны, она не лучшим образом характеризует ни наш сегодняшний строй, ни бывший советский. И вот на пути справления, к сожалению, мы так и не встали. Вот это все продолжается в самых худших формах. У нас на конец 41-го года было только 5000 в лагерях а остальные всего 10 тысяч венопленных, а остальные не были витальницы. А у них 3 миллиона. 3 миллиона было. Как на 5? Это значит, всех на всех. Это красиво. Это по сегодняшнему. По некоторым данным в Сталеграде было взято от 200 до 250 тысяч человек. Об этом знают все. Но сколько их осталось живых через год, мало кто знает. Потому что там такие статистики идут. Смертность очень высокая, но, кстати, не удивительно. 90% было. То есть оттуда после окруженных в Сталеграде выжили только 10-10? Они голодали на протяжении, не знаю, двух месяцев. Да, там жили. Там они распространяли, которые ели уже лошадей и все что угодно. И там есть же и очень много мимо. Что это за содержание военнопленных, когда есть 200 тысяч человек, там выжило только человек 10-10 и все. Ну, друзья мои, спасибо вам за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ